Коллеги, рядом со мной Вадим Беркович, это спикер нашей сегодняшней бизнес-сессии. Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте, спасибо, что пригласили на интервью. Нам было просто очень интересно. Мы знаем вашу тему, и она, конечно, животрепещущая. Пожалуйста, озвучьте вы ее. Наша компания, компания ExpertNet, мы занимаемся системами дополненной реальности, системами управления эмоциональными, техническими. И сейчас одно из больших решений, которые мы делаем, это работаем и думаем под метавселенные. Метавселенные — это новые пространства, которые, скажем так, стали развитием и дополнением текущего состояния интернета. То есть, что это значит? Люди сейчас в основном большое количество времени проводят в интернете. в связи с ковид-ситуацией, в связи с развитием платформ. И основные площадки — это Инстаграм, Фейсбук, другие социальные сети. И следующий этап — это погружение потребителей полностью в пространство. Ну, представьте, что мы с вами стоим не на форуме, да, а мы сейчас с вами в виртуальном пространстве, где-то на Луне, вокруг нас 3D-картинка. И бренды, которые, собственно говоря, в динамике показывают себя и демонстрируют потребителям. Что это значит? Это интересно, это необычно, это создает новое ощущение и удивляет и восхищает потребителей. А это, значит, помогает продажу. У меня вот несколько вопросов. Вот первый вопрос такой. Мета-вселенная. Вот сейчас на слуху у всех, даже у обывателей, у девочек, которые только-только открыли Инстаграм, потому что Цукерберг сделал мету, да, сделал мета-вселенную и так далее. Это стало мейнстримно. Это история, она уже была когда-то профессионалами раскрыта, понята, понята и при этом велась работа в этом направлении. Или, в принципе, вот задали крупные игроки рынка вообще мирового IT эту тему и все начали заниматься? Это очень хороший вопрос. На самом деле Цукерберг ничего не придумал нового. Уже сейчас существует несколько платформ, все началось с Sims, допустим, да, которые предлагают не только некий игровой сценарий, но и сценарий жизни. Покупку недвижимости, создание магазинов, Minecraft, например, от Microsoft, да, где ты можешь творить и создавать. Мета, они просто поставили это своей целью в угловую угла, создать полностью пространство для жизни и взаимодействия людей. То есть это как бы результат многих лет. А на самом деле сейчас достаточно большое количество компаний предлагают такие сервисы и пространство. И многие ритейлеры, например, Walmart, другие ритейлеры Nike, они активно туда идут и продвигают свои сервисы. Но они первые. Что у нас в России, нам кажется, что мы там далеко, у нас все по-другому. Нет. Вспомните Instagram, вспомните Marketplace. Пять лет назад ничего не было. Сейчас все этим занимаются, и это одна из мощнейших площадок для продвижения товаров и услуг. И здесь надо всегда думать вперед. В том числе и то, как бизнес будет входить в новую реальность. Потому что это новая реальность, и мы должны ее понимать и принимать. Вопрос такой. Это новая реальность, это что-то новое. Но вот такой вот вопросец. Мы сидели в пандемическое время дома. В это время мы, естественно, огромное количество времени проводили в интернете. Падали серверы, ставили новые, потому что такого потока наплыва людей сети пока еще не видели. И вот наша мета-вселенная – это просто улучшенное развлекание людей? Это просто штука, дающая какой-то интересный опыт, но при этом не меняющая по факту саму механику общения с интернетом? Или это реально новое слово в нашей цифровой жизни? Это очень хороший вопрос. С моей точки зрения, это новое слово. Потому что сейчас наша вселенная 2D. У нас телефон, он плоский. У нас интернет, он плоский. У нас экран, он плоский. Здесь же предлагается принципиально новая система. Это VR, дополненная реальность. Это очки, это датчики. И впечатление уже о том, что ты погружен. Если сейчас мы… В чем специальная разница? Сейчас мы вне системы. А мета-вселенная мы в системе. То есть мы живем там полноценной жизнью. И все дальше и дальше они будут сближаться и перемежаться. Видите, вселенная реальная и та, которая людьми создается. Как мы помним, фильм «Последнему игроку приготовиться», по-моему, так, где люди абсолютно все жили. В том же самом деле, «Матрица», да, но «Матрица» понятна. Это плохое развитие событий. Как уж я никто не знает. Может быть, да. Я надеюсь, что вы, как профессионал, сыграете огромную роль в том, что пользовательский опыт, в принципе, станет лучше. Но при этом мы будем безопасно до сих пор жить и трудиться. И все это пойдет лишь нам на пользу. Ну, все… Вы правильно. Технологии, они не добрые и не злые. Они предоставляют возможность от социума, от людей, зависит от того, как они будут использоваться. Есть сценарии, где они позитивные. Обучение, покупки, взаимодействие. Безусловно, есть негативные сценарии, да. И только от нас зависит, какой сценарий выбирать. Поэтому технология здесь только дашь нам возможность это сделать. Как говорят, да, книга нехорошая, неплохая. То, что там нашел и прочел, как бы это уже зависит от тебя, как ты это понял и применил. Какие выводы сделал, да. Абсолютно верно. Ну, я пожелаю нам всем удачи. И я надеюсь, что, как бы, наше будущее будет безоблачным, радостным и наполненным интересным экспириенсом. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо большое.